Свою вину они упорно не признавали, утверждая, что являются лишь прилежными последователями веры. Следствие установило иное. К течению Таблиги Джамаат, официально запрещенному в Казахстане, все семеро участников примкнули еще в 2000-е годы. Оглашение приговора, в котором подробно указывалась вся преступная деятельность подсудимой, заняло больше часа. Руководитель группы и его помощник глубоко изучили течение Таблиги Джамаат. Они ездили учиться в Индию и Пакистан. Четыре месяца совершенствовали свои знания в государстве Бангладеш, которое считается центром этого деструктивного течения. Кроме того, они установили связи с членами Таблиги Джамаат, перенимали опыт. Из Кыргызстана привозили запрещенную литературу и вели агитацию в Сайрамском районе. Пропагандировали деструктивное течение среди жителей сел Карабулак и Карасау, собиравшейся на Масхане и мечетях. Позднее создали группу, то есть Джамагат, и вели агитацию на дому. Задержали активистов Таблиги Джамаат осенью 2016 года. В домах у задержанных сотрудники Комитета национальной безопасности обнаружили запрещенную литературу, аудио и видеозаписи. Задержанным предъявили обвинение по статье 405 Уголовного кодекса Организации участия в деятельности религиозного объединения, запрещенного решением суда в связи с осуществлением им экстремизма. Следствие продлилось до декабря, после чего дело было направлено в суд. Подсудимые находились под залогом и на процессы являлись без конвоя. Организатор группы и его помощник приговорены к четырем годам лишения свободы общего режима. Пятеро рядовых членов осуждены сроком на один год с отбыванием наказания в колонии-поселении. После оглашения вердикта все семеро были взяты под стражу в зале суда. Это все клевета. Мы не террористы и не являемся приверженцами всяких течений. Мы обычные мусульмане. У каждого осужденного остались семьи и дети. Приговор еще не вступил в законную силу.